Как попали на войну? Почему? Какая мотивация? На войну пришли с Майдана. То есть в Киеве, да? Киеве, на Майдане. 30, какая первая суть? 31-я суть. Почему Айдан? Потому что Айдан. Потому что Майдан. Леча речка. Айдан. Да. И разные обозначения, идея по словам Майдан. Начали ее ховывать. Ну, там по-разному. Ну, потому что сразу после Майдана оттуда брали людей. Сразу, без подготовки вспомнить их. Сразу брали. Мы попали с 15-го октября в плен. С полу-кану. С полу-кану. Я позже чуть-чуть попал в Айдан. Какие обстоятельства? Именно чего? Ну, вот почему так случилось? Где это произошло? Как это произошло? Произошло это на Пахмурской трассе. Он смелый такой. Ну, а смелый. 32-й блокпост. Между 31-ю и 32-ю. Ехали выручать нас в армию. Суть команды была такова, что вывезти ребят из окружения. Блок прорыва должны были прорваться. А сколько ребят на окружении находились? Нам сказали 120 человек. 8 человек. Это группа итальянца. Мы шли на прорыв. Мы именно ехали первые пробивать дорогу. Получилось так, что мы должны были первые туда прорваться. Ехали на прорыв. Попали в засаду. До 30 дороги. Пост ехали и попали там в засаду по дороге. Ну да, они повесили флаг Украины. Мы с дороги начали, мы на месте обстрелили. Мы ехали на микроавтобусе ПУС. То есть, в Вольсваген Т5. Восемь человек у нас было в прорыве. И мы приехали в засаду. Прямо к ним туда на позицию заехали. Там приняли бой. Восемь человек. С чем принимали? Автоматическое оружие. АКС. Автомат. Командир принял бой со Стечкиным. С пистолетом. Бой был с ополчанцем, если пора, ну, ополчанцем. Ну, полчанцем. Осетины. Осетины там были. Казаки. МБР. Это батальон такого командира полевого, как БЭК. Был такой там командир полевой, как хулиган. Мазарова. Ну, по слухам, то есть, из-за того, что мы знаем, что там был 200-й. Российский. Российская армия. То есть, он герой России. А почему оружие полагало? Потому что нам было сказано, что мы должны вывести просто людей, нам сказать, что... Не ввязываться в бой. Договоренность. Орендоваться. Нам просто дали приказ. Два часа у вас есть времени, с правой стороны могут пострелить, пострелить, прорываетесь. Добрый день. Мы стали прорываться. Прорвалось. Ну, так, прорвалось, попал засадок. У них там был серьезный крейп район. Очень серьезный. У меня человек сказал, что было нам больше 200 человек в общем вообще. Там крейп район. Ну, да. У нас 8 человек, а их, ну, больше 30. Это они сами говорили, что у нас было. В этом бою у вас погиб командир? Командир наш погиб, итальянец. И парень, первый боевой выезд у него был, Юра Акан. Пытались рвить от машины, открыть, закидывали гранатом. Он накрылся с собой рано, первый побед. Молодой парень, хороший очень пацан. У нас, мы, мы, мы 3 человека получили ранения. Я, Руся, еще Ваня и Макс, но еще было двое, но у них такие легкие ранения, незначительные. То есть вы вдвоем тяжелые были? Нет, был у нас один очень тяжелый Макс и Ваня, у него было ранение в бедро рядом с артерией. И нам потом медики говорили, что ухо отрезали, и ухо ему там отрезали, когда нас плен заняли. Это прямо на месте ухо отрезали? Да. У них столько ранений, и они говорят, что это такое, это еще не тяжелое. Плен нас брали, ГБР, Бэтмен, Хулиган, Гластуны, в общем у них там солянка была. Нас сначала хотели там расстрелять, посадки изначально, сразу все хотели расстрелять. Ну... Почему не расстреляли? Ну, начало работать уже, наверное, видать поздно. Потому что мы шли за казни. Нас хотел обменять на Юдаев. И потом они сказали нам, что решили нас оставить живых, чтобы мы просто не знаем. Угу. Ну вы сначала представились на Юдаев. На Юдаев. На Юдаев. Я сразу сказала, что Айдар... Вас снимал поздно? Ну, все поздно. Все у нас там поснимали. Куда привезли? Привезли сначала нас на какую-то ихнюю базу, на УАЗе. Потом пересидели нас в газету. И оттуда повезли нас в больницу. На Удаля. Ну, приехали на ихнюю, где базировался этот ГБ. И они решили, что в областную больницу нас везти не будут. Да, оставили в госпиталь. А потом еще, чтобы нас вызвали на областную больницу. Раз в крайне раз будут расстрелять. Ну, нас и так пару раз расстреляли по дороге. То есть это от места дислокации этого подразделения до Даля, да? Пытались расстрелять еще, да? Да. Несколько раз пытались расстрелять. Нас еще там пытались. У меня фамилия грузинская. Шаницы фамилия. Они нашли мой паспорт. И осетинок, когда прочитали, они сначала начали кричать, кто тут грузит? Я сказал, я. Ага. Ну, это зачем они? Ну, они меня там хотели в голову отрезать. Ну и все. Потом начали пистолет обтыкать. В госпитале нас спасли жизнь медики. Они нас провезли на операционные столы. А перед госпиталем тоже пытались расстрелять? Там был здоровый паспорт. Кто спас? Медики. Тигра. Тигра и кошка. Это позывные. Их не знаю, как их зовут. Там чисто позывные. Это женщина? Фельдшер. Одно ночное. Одно ночное. Одно ночное. Ну, правильно. Не хотели, в общем, вас оперировать, да? То есть вы не нужны? Ну, облаченцы хотели на нас пустить расход. Получали всего двух случаев из постов. Ну, да. Что прооперировали именно на область. И не дали расстрелять. И не дали расстрелять. И потом ушел в область. Правильно? Нас на следующий день отвезли в область. Нас прооперировали. Мы ночью там переночевали, получается. У нас там пристегнули наручниками, сняли видео, чтобы все попали в область. Это область. А сначала с нашего дома. Ну, да. Я там включал с ним видео. Отпустите, наверное. Я вам сейчас подарил. Когда родные узнали, что в пленах? Через 30 дней. Увидела в интернете фото. Я вот сюда кашу выклыл интернет. Вот так подзвонил. Через 37 дней я сообщил. Да. Когда к нам приехали эти сорматизации. Офицентский корпус. Офицентский корпус. Мы уже взяли телефон в разрешение. Вообще не разрешали. Но первый обмен была попытка через 5 дней, да? Вы говорите. Ну, в течение, да. Вот. В течение через неделю. Да. Через неделю. А почему сорвалось? Потому что нас хотели просто так отдать. Ни на кого не поменять. Просто отдать. А у них есть правило, что если не едут гражданские медики, а, например, едут военная медицина, значит, могут и настрелять. Но они этим мотивировали, что нас сейчас где-то, говорит, градом включают и минами накроют, а потом скажут, что это вот такая... Ох, расслейшь. Да. И нет, наоборот, что Украина скажет, что это революция, пленных расстреляют. То есть пропаганда. И нас из этого не обменяют. Ну, я за родиной с тем обменом пошел на обмен. А то все. Вроде бы и все. Скидали. Что происходило с вами? Допрашивали? Как допрашивали? Где вы находились все это время? Находили, когда в госпитале находились, в ГБР. Это группа быстрого реагирования. Реагирование было такое, наверное. Вот. Нас приходили, допрашивали там, спрашивали. Ну так, медики очень не позволяли им с нами вести разговор, беседы. Они, так сказать, опекали. Презис такой. Ну да, чтоб не было давления. У них было интересно. Сразу сообщили, как только сделали операцию, мы выложили из наркоза, нам сообщили, что вас будут менять на Юдаева. Все. Уже было за них... Сняли первое видео. Всех? Одного? Шесть человек, да. На одного Юдаева. На этом хотели менять. И уже все. Они начали нас, как бы, кормили на этой войне, да. Плюс показатели, например, Женевская конвенция по удержанию военных плен, но они тоже там нас показывали на этой. Ну а на деле они соблюдали это комиссии? На деле? Много. Кормили. Как кормили? В госпитале. Изначально нас кормили четыре раза в день. Иногда. Иногда. Когда же долго так было. Уже день пять. А потом? Держали под замком. Под корону, водили. А когда вас перевели в комендатуру? 23 декабря нас перевели в комендатуру. К тому, какой раз хотели вас обменять? Да. Это уже был, наверное, второй или третий. Третий. Да. Нет, но в комендатуру нас перевели на обмен. Нас изначально было в камере сколько нас было? Восемь человек. Всех. У нас же двое в подвале сидело, наших пацанов. До этого уже двоих наших обменяли. Их перевезли в областную больницу. И их от него забрали. Мы считали, что нас четверо, но нам сообщили, что одного расстреляли из нас. Такого под нарук Василий. Позову на курсе. Нам сказали, в ноябре, а ровно нам сказали, что его расстреляли. Но я потом с ним встретился в плену. Он остался здесь? Да. Его за два часа до расстрела спасли русские спецназовцы. Расстреляли Бэтмена. Там была такая черная сотня. А, понятно, как спасли. Да, была черная сотня такая. И там Бэтмен расстреливал гражданских ополщенцев своих. То есть это было очень страшное. Вместе мы просидели в плену просто на месяц. Потом вы остались в Уганске, а вы попали в Донецк. В Донецк нормально было. Лучше, чем в Уганске? Да, ну, как сказать. Ну, пресували только на дознавателя того, где принимал участие в бою. Что на допросах спрашивали? Что на допросах спрашивали? Что на допросах спрашивали? Я принимал участие в бою. Идея. 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 Вот дети. Хараули. Все. Быть или быть. Хараули. Спрашивали чаще всего, ты зачем сюда пришел? Ой. Это самый задаваемый вопрос. Да, вообще. Кто спрашивал? Все. Кому не лень. Начиная от рядового, заканчивая полковника. На манальту было. Ты зачем на мой земля пришел? Мы уже осетины приходили к нам в блокпалатик. Это когда лежали в областной полиции, у нас как был крестный охот. У нас как всех показывали. Детей в зоопарк ходили. А тут к нам ходили. А тут к нам ходили. Айдаровцы живи. Айдаровцы живи. Айдаровцы живи. Вот осетины приходили добрые. Играли с нами в считалочки. Это что? Это считалочка, это вот он цифру называешь. Он говорит, а кому он считает? Четыре. Четыре раза. Айдаровцы живи. Выпала на Макса. Мы очень тогда переживали. Нам охрану поставили. Гатьман поставил свою охрану. А вы могли убежать? Куда? А наоборот, они поставили. Чтобы осетины их не считалочкой, не расстреляли. Осетины приходили, каждый из них рассказывал, что это он баня отрезал ухо. А, и человек 30. Человек 30 приходил и показывали ухо. Тоже психологическое давление было. Физического госпиталя, да как такового не было. Этот пацанам не повезло тем, который в подвале. В подвале у Бэтмена? Да. В подвале у Бэтмена. Там сидел такой филипишик из нашей группы. Боднорук. Вот этого Боднорука очень сильно там избили. Поломали все, что можно. Поломали все, что можно. Потому что получилось так, что кто-то сказал, что он замкомандир. Его очень сильно избивали. Месяц был пристегнут на ручки. И кому не лень, не лень. Он уже просил, чтобы не было. Получается, сколько вы в целом просидели? Я просидел 269 дней. После 5 дней и 9 месяцев. Выводили вас гулять? Выводить нас начали где-то в конце мая, ну июня. В начале июня даже. А так просто 40 минут. 23 декабря мы сидели в камере вдвоем сначала. Ну и быстро обменяли. То есть полгода вообще щитовшим. Преломочки, да? Да, окон мы сидели на окне. Преломки. А окон ничего? Зубовые только. Первые трое суток нас не кормили. Да, трое суток мы доводили. Потом кормили, удали трое воду. Ну это шелка. И коричневая, перловая, пшенная и вермешение. Ну солдатская и еда. Чая нету, сигаре нету. Все решалось через ополченцев. То есть были такие люди, которые с их стороны забрасывали. Так же как у нас. Я, например, если попаду, там где пледные держатся, я по-любому там пачку сигарет. Это святое. Буханку хлеба, чай это та же. Это надо, там тяжело. А в само помещение холодное было там? У нас по утру конденсат собирался на двери. Дышать нечем. Сырость училась. Коут, круглую. Сырость. Это подвал, общежитие. Там нет законов. Ни такого. Все не законов. Там гражданские сидели люди в них. В той же кабинетатуре. По четыре месяца, по пять месяцев. То есть, наверное, если проукраинская позиция. Я в Донецку сидел. В Донецку сидел. Приходит человек там на работу. Все через МГБ. Приходит человек, питает. Есть там какая-то работа. Заработать бабушка. Есть. На подвал. Появится работа, потом выпустят. Все. Там беззаконие. Все. В порядке. А вас привезли в Донецк. И потом как обменяли? Мы же в Донецку два месяца сидели. Тебя чуть раньше, да, обменяли? В феврале. Когда ты Батинских обменял. А теперь? Меня тоже должны были обменять. Мне сказал начальник обоих. Ваня. Руслан. Священник домой. А еще офицеры сидят. Думаю, что у меня большие силы. Может привилегия. Я же вышел. С третьей камеры. То есть там большая камера. Он меня перевел во вторую. В маленькую. Там где я изначально сидел. Ну вот. Ну теперь я дома. И посадил. Вот. С февраля еще я сидел до июля месяца. Какое чувство с каждым неудавшимся обменом? Что, что, ну как это происходило? Что вы чувствуете? Я знаю. Нет, ну я бы сказал так лучше. Одежда она всегда есть. Непонимание. Я знаю. Я знаю. Я знаю.